Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас довольно-таки неожиданный, в какой-то мере внезапный видеоролик, который связан еще с каким-то таким грозным названием, какие-то читы, что тут вообще такое происходит? А я вам могу сказать одну вещь. Это, наверное, самое дикое обновление и самое жесткое, которое можно было только сделать в игре, которого я еще вообще никогда не видел. Я такого не видел никогда. Ну и в целом 2019 года обновление года. Просто, просто года для всех тех, кто нагибает и кто понимает, о чем идет речь. Речь, конечно же, идет у нас, друзья, о диктатке. Тот самый корпус, который два дня назад обновили и сделали нагибаторски помощниковым, овердрайв которого дает каждому танку союзника в определенном радиусе плюс 25 очков опыта, плюс фулл расходку, плюс аптечку, плюс мину. То есть тот самый овердрайв, который у нас был простой, обыкновенный в игре, только сейчас он работает на диктаторе как помощник, который дополнительно дает по 25 опыта. Все это связано с тем, что диктатор довольно-таки мало использует в последнее время и разработчики сделали такое вот очень дикое обновление. Я не знаю, тестили они его, не тестили. Но у меня есть ощущение то, что они вот просто наобум его сделали. Просто тупо наобум. Потому что сделать такую дичайшую имбу, с которой вы можете зарабатывать по полторы тысячи очков, повторюсь, очков, а не опыта в игре, это что-то с чем-то. Я вчера, когда увидел всю эту вещь, когда я видел игроков, я видел ребят, которые все это дело делали, я недоумевал. Я был настолько в шоке с того, как вообще можно это сделать. Но сегодня, когда я в какой-то степени понял всю эту прелесть, понял, что я могу даже не играя в игру, да, то есть если мне на харьке надо было дико потеть, стараться, играть скиллозависимо, дабы пытаться хотя бы там заработать 700-800 очков в матчмейкинговой 7-минутной катке, то сейчас я могу спокойнейшим образом взять диктатор, взять к нему дрона, который называется, как же он называется, механик. Я уже даже забыл. Взять дрона механик, который за каждую прожатую аптечку союзникам дает дополнительно по 10 опыта, и просто стоять и наваливать. Что я имею ввиду под словом наваливать? Вы становитесь, например, на точке в осаде, либо в штурме за деф, и вместе со своими тиммейтами начинаете прожимать аптечки. И, соответственно, у вас быстро копится овердрайв, вы прожимаете овердрайв и просто начинаете фармить дико кристаллы. Сейчас у нас в игре x2 фанды, и сегодня я записал пару-тройку фрагментов, из них два я вставил в данный видеоролик, дабы вы наглядно видели, как это все происходит, как это работает. Момент с осады, момент с штурма у нас будет вторая катка. Играли мы тут в пати в трио, один титанчик, хантер, диктатор, хотя по сути можно использовать как три диктатора, можно использовать один титан, два диктатора, дабы было более комфортно, дабы вас не сильно сливали, и вы могли комфортно набивать большое количество опыта, как вы видите. Остается три минуты до конца катки, у меня уже тысяча очков имеется. Ну вы понимаете, что это такое, если так у нас будет работать на каком-то протяжении времени, это все дело, это такой моральный буст для всех игроков, которые смогут поформить, поднять свои статистики, поднять эффективность в игре для всех тех ребят, например, того же Ярика, который сейчас может жестко, дико просто наформить себе эффективность, потому что по сути вы набиваете там, хорошо если в катке 100 опыта, и при этом в всем раскладе получаете, например, 4000 с премкой, это получается у вас коэффициент, вы представляете какой? У вас x40, просто коэффициент, соотношение опыта к кристаллам. Это настолько дико жестко, и я реально недоумеваю, как вообще такое можно сделать. И в какой-то степени я к этому относился с такой точки зрения, что это как бы плохо, то есть как бы это неинтересно, это все дело, но когда я понял, насколько жестко можно за счет этого всего поформить, показать вам эту вещь, дабы все те ребята, которые, ну, в какой-то степени, может не такие скилловые, может у них это хорошо не получается играть, могли приобрести дрон-механик, который стоит 20 тысяч кристаллов без скидок, и не прокачивая его, одеть диктатор и отправляться просто в бой. Просто в бой за фармом фармить такие бешеные кристаллы, таким простецким и легким способом. Вы при этом всем раскладе не саботажите, не мешаете своей команде, вы помогаете ей выиграть, только при этом всем раскладе еще нереально жестко фармите. Сейчас вот катку я заканчиваю с количеством опытом 1240, это осада. А теперь давайте переместимся на штурм за деф, где я запикался со своим трио, с Тёмик, с Аветисом, и также начал жестко нагибать. Также начали все делать по той же схеме. Механики, овердрайва диктатора и просто деф-катки. Насколько дико это все получается, я каждому, каждому, кто смотрит данный видеоролик, заставляю вас задуматься, друзья, о том, что у вас прямо сейчас есть возможность отличнейшего, суперского просто фарма кристаллов, которого, наверное, никогда еще не было в игре. Я такого просто не помню. Да, я помню, был Джаггернаут, но даже там, когда вы фармили, вам нужно было как-то грамотно и четко отыгрывать. Но что касаемо таких матчмейкингов, где вы можете взять корпус, который настолько дико апнули, и за счет него так яро фармить, такого еще не было. И этот факт меня поражает, с одной стороны, с другой стороны, меня радует то, что каждый из вас может сейчас зайти и начать дико фармить. Есть, конечно, и минусы этого вооружения, безусловно, они имеются. Да, если против зайдет, например, какой-то толковый хантер, либо хорек, который будет вас фокусить, вы так четко не сможете уже все это дело набивать. Да, у вас там уже будет не тысяча, например, набитых очков, а будет где-нибудь 500-700, но все же поймите, фишка всего этого вооружения в том, что вам нужно всего лишь раздавать тиммейтам расходку и овердрайвы. Вам не надо дамажить кого-то. То есть вы дамажите, да, то есть по мере своих возможностей, но главная ваша задача, это прожатие аптеки и прожатие овердрайва, который копится просто нереальнейше моментально. И если вы все четко делаете в поставленных режимах, то есть штурм деф осада, это четкие два режима, отлично подходящие к данному стилю игры, и при этом в всем раскладе вы не то что мешаете своей команде, вы наоборот ей помогаете выигрывать бой за счет таких грамотных действий. Вы понимаете, какое количество мин ставится, как все это дело работает в катках. И в общем и целом получается очень крутая ситуация, просто очень крутая. Я обязан был записать данный видеоролик вам. Я просто бы сам даже себе бы не простил, если бы я бы, например, не рассказал бы, играл бы там. Потому что многим ребятам интересно. И для меня вчера, например, на стриме, когда я зашел, когда я тут все увидел, это было каким-то непонятным явлением, как это вообще все происходит, как так получается, что ты можешь вот так вот жестко, дико начинать фармить. Но сейчас я отлично вижу, отлично понимаю, как это работает. Я понимаю, что это занерфит. Определенно это должны нерфить. Потому что, ну, я стараюсь, нагибаю на харьке, скиллозависимо играя, зарабатываю максимум 700-800 опыта, в среднем где-то 500 очка. А здесь, стоя на одном месте, прожимая аптечки и прожимая овердрайвы, зарабатываю в 2, а то и в 3 раза больше опыта, вернее очков. Вы понимаете вот эту вещь? И по вопросам к тестерам у меня все очень остро стоит. Потому что, с одной стороны, как вообще такое можно допустить? Но если уже допущено, если есть у нас простых смертных, можно так сказать, игроков, возможность отличнейшего, суперского, мега-крутого фарма, то им определенно нужно пользоваться. Нужно фармить, нужно максимум зарабатывать всем тем ребятам, например, которые копят кристаллы на скидки, при том, что сейчас у нас уже совсем скоро будут скидки на МПК. Фармите кри, зарабатывайте, x2 фонды есть, получайте, кайфуйте. Не знаю, насколько приносит эта вещь удовольствие, потому что я, честно говоря, хоть и в голове отлично понимаю, что я дико фармлю, но не сказать, что я получаю прям супер-мега-много удовольствия от того, что я стою, раздаю расходки. Да, я в голове понимаю, что это дикий фарм, то, что оно того стоит, но чтобы я получал такое большое количество удовольствия, как я бы, например, играл бы на том самом Джиггернауте, который только бы только вышел, или на Хоре Гауссе, который только-только вышел, такого в какой-то степени нет. Но почему бы не пофармить? Хоть какое-то определенное время уделить новому вниманию такой, ну, определенной вещи. Это не просто какая-то мелкая ерунда, на которую там не стоит акцентировать внимание. Это та вещь, за счет которой реально можно подняться. И если она даже продлится какое-то определенное количество времени, то есть, например, это будет месяц, за этот месяц можно прокачать тебе столько гаража, что, боже ты мой, при том раскладе, то, что сейчас в матчмейкинге все работает таким образом, то, что уже в катках есть определенный фонд, и вы при любом раскладе будете дико фармить. Поэтому, друзья, я вам советую попробовать Диктатор, Механик, Отличная команда, Дув, Дев, Штурм, либо Асану. Поиграйте, поймите, как это все работает. Я думаю, что вы поформите, получите удовольствие, и вам это все дело понравится. Ну, а я в Штурме за Дев фармлю почти 1400 очков, и остаюсь полноценно доволен данной каткой. Вот такой вот видеоролик у нас, друзья, сегодня получился. Я надеюсь, он вам понравился. Вы обязательно поставите лайк на него, если вам не сложно, если вы можете это сделать, поддержите, пожалуйста, данный видеоролик. Напишите комментарии, если вы в курсе всего этого дела, то какое количество очков максимально вы уже набивали в матчмейкинговых катках на Диктаторе с Дроном-Механиком. Ну, и также не забывайте подписываться на канал. У меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Всем удачи, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok